Всем привет! Вы слушаете 14 выпуск SD-Casta, подкаста разработки по его окрестностях. С вами я, Кэс Даймон, и сегодня у меня в гостях Стас Кондратьев, архитектор в команде стратегических проектов на базе Azure в компании Microsoft. Стас, привет! Привет, Костя! Ну, я как обычно так очень кратко, да, может быть, ты что-то хочешь про себя там дополнить, чем ты конкретно там и где занимаешься, может быть, чуть подробнее что-то расскажешь. Ну, я думаю, ты все правильно сказал. Да, действительно, я работаю в команде так называемых стратегических проектов. Мы занимаемся в основном Microsoft Azure, ну или, скажем так, я в основном занимаюсь Microsoft Azure, да, моим направлением. Я недавно, правда, к этой команде присоединился, до этого я работал в консалтинге, поэтому, наверное, сейчас я не могу сказать много чего, да, по поводу текущей команды, но это все выглядит очень, так скажем, интересно, да, и интересные заказчики, интересные, так сказать, opportunities, да, возможности. Ну, в общем, да, вот как-то так. Ну, давай начнем. Как ты, я просто знаю, что ты, так сказать, давно достаточно же работаешь в Microsoft, да, там много лет. Как вообще развивалась твоя карьера, вот? Да, я, да, в Microsoft я работаю уже, наверное, лет 8, ну, в основном все это время я работал в консалтинге, да, то есть, потому что, в первую очередь, мне все-таки были интересны заказчики, да, и работа с заказчиками. И я технический человек, то есть, им непосредственно реализация, программирование, то есть, такой хардкодинг. Слушай, ты, когда с заказчиками работал, разве уже программировал просто? Я помню, до этого, да, ты там что-то программировал, а вот потом как-то заказчикам, что там программировать? Там, наверное, скорее всего, больше что-то там поговорить, доказать, рассказать, построить архитектуру, нежели там код-то писать. Нет, ну, доказать это, ну, какую-то красивую сказку-то можно всем рассказать, да, а потом надо доказать, что эта сказка может стать былью. Вот, и здесь зачастую приходится самому руками это доказывать напрямую. Ну, нет, тогда еще, когда до Майкрософта, я-то в основном программировал там на сессии, плюс-плюсе, да. Ну, да, да, да. В ходу Майкрософта, то только .NET, наверное. Ну, в основном .NET, точнее, не только, а в основном .NET. Понятно. Ну, немногие знают, но, в общем, давай скажем, что ты являешься ведущим архитектором, ну, был ведущим архитектором на проекте «Сочи-2014» сайте, да, который также построен на базе Microsoft Azure. Давай вот немножко поподробнее поговорим про это. Ну, начнем, наверное, издалека. В принципе, вот, что такое Microsoft Azure, как она устроена, что там внутри, вот, интересно послушать как-то какие-то подробности, поскольку, я думаю, ты довольно-таки неплохо представляешь, что это. Да, конечно, только на всякий случай, потому что у нас, ну, у многих, может быть, разные представления о «Сочи», да, давай уточним, что это был веб-сайт и мобильные приложения во время игр. То есть, сам сайт «Сочи-2014», он существовал, ну, как домен, имеется в виду, да, он существовал, наверное, лет шесть, я не знаю, но он претерпевал соответствующие изменения, да, то есть, сначала была одна версия, потом другая, и потом вот самые финальные во время игр, то есть, такая самая, как бы, критическая, важная, самая высоконагруженная. Нагруженная, да. Вот, все верно. Да, этот сайт был построен нами, консалтингом, на платформе Microsoft Azure. Microsoft Azure – это облачная платформа от компании Microsoft. как-то вот, наверное, и все. Но на самом деле, на самом деле, Microsoft Azure, ты знаешь, в последнее время, он стал настолько уже таким большим, да, столько много сервисов появилось. То есть, вначале, тогда, когда мы еще в «Сочи» начинали, это в основном были вычислительные возможности, так называемый компьютер, ну, или виртуальная машина, то есть, ты мог зайти на портал, да, поднять виртуальную машину, разместить в ней свое приложение, ну, веб-приложение, например, и затем ты имел, у тебя были все удобные инструменты для так называемого масштабирования, да, горизонтального этой виртуальной машины. То есть, ты мог запустить не один инстанс, там, не один экземпляр этой виртуальной машины, а, например, там, 10, 20, 40, ну, то есть, столько, сколько тебе нужно, да. Ну, при этом, естественно, конечно, у тебя есть и возможности вертикального масштабирования, то есть, непосредственно мощность виртуальной машины. Когда еще мы «Сочи» делали, тогда, по-моему, максимально ты мог получить 8 ядер и 16 гигабайт памяти или 12, я точно не помню. Сейчас уже гораздо более обширный спектр предлагаемых имиджев, да, виртуальных машин. Есть так называемый, там, G-серис, вот буквально недавно они были анонсированы, по-моему, все еще в превью, там, я точно сейчас уже не помню, потому что столько много цифр, там, чуть ли не 128 гигабайт памяти, ты можешь получить, там, 36 ядер. Ну, то есть, такие, знаешь, они, конечно, явно будут дороже. Ну, понятно, да. Да, ну и самое главное, самое главное, что мы говорим здесь, естественно, не только о Windows-сервере, да, то есть, в том числе и Linux, есть имиджи Ubuntu, там, OpenSUSE, там, и... Я правильно сказал OpenSUSE или SUSE? Я прошу прощения, с комьюнити. Я по-русски просто говорю OpenSUSE и, в общем, это плохо, конечно, но да, такое исковерканное, толкование. Да, я как-то не хотел затронуть чувства, религиозные чувства верующих. Вот, да, то есть, Azure, как клауд-платформа, она не привязана непосредственно только к Microsoft-технологиям. Ну, то есть, извините, перебью, то есть, в принципе, это по-простому, это просто гипервизор, ну, а-ля. Да, 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 это просто виртуальная платформа. Ну, опять же, когда мы говорим про компьютер, да, про вычислительные мощности, помимо этого, у тебя еще есть сервисы для хранения данных, да, как... Ну, как в Амазоне, там, вот, вот, наук. Да, ну, давай, просто сейчас, не то, чтобы... Ну, не будем говорить про Амазон, не потому, что мы говорим про Microsoft, а просто, чтобы, как бы, не опускаться в сравнение, да, то есть, мы говорим просто про платформу, что она тебе предлагает. Понятно, что подобные сервисы есть и в Амазоне, то есть, есть неструктурированные хранилища данных, ну, как называемые, блобы, да, то есть, по сути, для файлов. Есть, соответственно, NoSQL, да, хранилища данных, например, Table Storage, вот. Вот недавно появился DocumentDB, позволяющий тебе сохранять неструктурированные данные в виде JSON и индексировать их, производить поиск. Да, также есть, естественно, SQL, хранилища данных. Ну, на базе скульсирования, соответственно, да? На базе, да, ну, да, смотри, тут причем-то так интересно, да, то есть, если мы говорим именно про, так называемый, менедж сервис, он на базе SQL, действительно, называется SQL Azure, вот. Но у тебя есть также возможность поднять просто виртуальную машину с SQL-сервером, то есть, уже есть готовый имидж, да, но не только с SQL-сервером, но и с Oracle. И также с MySQL, да, который тоже сейчас уже принадлежит Oracle. Вот. То есть, опять же, платформа, она одна, а продукты, которые ты на ней можешь запускать, там, технологии, они совершенно, ну, достаточно обширные. Вот. И если, ну, опять же, если даже, например, нет готового имиджа, ты всегда можешь создать его. То есть, ты можешь поднять Linux-машину, например, да, или там Windows-машину, установить на нее непосредственно, там, софт, который тебе нужен, и сделать, сохранить ее в виде имиджа, там, в своей коллекции, и потом создавать сколько тебе нужно. Да, да, все верно. Понятно. Ну, давай теперь перейдем, собственно, к сайту, да, Сочи, собственно, как, на каких технологиях он был построен, какие там архитектуры, проекты, как все это устроено, вот расскажи поподробнее. Давай, да. Ну, только единственное, что, знаешь, перед тем, как мы к этому перейдем, я все думаю, мы как-то с тобой очень сильно сделали акцент вот именно на виртуальной машине, да, и там, что у тебя прохоренилище сказал. Ну, чтобы совсем уж кратко, да, понятно, что есть также и big data решения, да, то есть, например, Hadoop, именно Hadoop, реализация Hadoop именно на Java, да, там, на Java, точнее, извиняюсь, также есть в виде, как сервисы в Azure, всякие там вещи, так, какие, как сервис баз, сервисные шины, event-хабы. А, ну это просто отдельный сервис, который доступен в рамках, вот, да, так сказать, помню. Да, да, то есть там, знаешь, сейчас вот их действительно настолько много, да, что, ну, я даже, может, все мы там не перечислим, но, по сути, это действительно платформа, которая позволяет тебе строить различные сложности приложения, да, системы. Обратно к Сочи. Да, Сочи был, соответственно, сделан, реализован с точки зрения WebStack полностью на Microsoft технологиях. Это был ИИС, восьмой, Windows Server, соответственно, 2013, ASP.NET MVC, я уже, знаешь, тоже вот версию там точно не помню, по-моему, четвертая тогда еще была, да, если я уже могу запутать, запутать. Соответственно, на бэкэнде мы использовали неструктурированные хранилища данных, то есть это, в частности, это был Table Storage, то есть это было NoSQL хранилище данных, извиняюсь, не неструктурировано, а NoSQL хранилище данных, да, такой простой QL. Естественно, была контент-менеджмент-система, которую мы разработали сами непосредственно под требования заказчика, и которая позволяла нам достичь, самое главное нашего требования, это распределение контента по нескольким регионам, нескольким дата-центрам Azure. То есть сайт в Сочи, он был размещен в американских дата-центрах, в европейских дата-центрах Azure и в азиатских. То есть таким образом мы, во-первых, контент размещали. Ну, CDN, так сказать. CDN, да, CDN был, кстати, про CDN тоже мы отдельно поговорим, потому что это такой очень интересный момент, ну, опять же, те, кто там в Сочи углублялся, знают, что там, когда ты резолвил имя Сочи-2014 во время игр, он как бы непосредственно резолвился там в Akamai, да, и многие думают, что вот мы, соответственно, использовали CDN Akamai. То есть здесь, как бы, ну, раз уж мы про это говорим, здесь такой есть тонкий нюанс, да, использовали Akamai для статических данных, таких как картинки, там, скрипты и так далее. Ну, просто их размещать на веб-сервере, ты сам понимаешь, это бессмысленно, да. Ну, уже есть готовые, да, более решение продуманное и смысл. Все верно, да, ты их просто размещаешь, соответственно, в CDN, а с точки зрения фронта, то есть непосредственно динамического контента, Akamai использовался не как CDN, то есть он не кэшировал вообще ни один запрос, то есть вот, как бы, запросы, которые шли через сеть Akamai, они прям приходили к нам на фронты. Мы просто использовали защиту от DDoS-атак в Akamai, потому что Akamai, соответственно, обладает хорошими инструментами, позволяющими тебе, там, практически в реальном времени, практически в реальном времени, видеть, скажем так, ну, паттерны трафика к твоему веб-сайту, да, и, соответственно, есть какие-то атаки или нет каких-то атак, ну, и ты можешь там реагировать, например, блокировать IP-адреса, с которых производится атака. То есть, в принципе, запрос шел там в Akamai, но он прозрачно просто приходил на ваши фронты, соответственно. Да, да, ну, то есть Akamai — это не просто Siden, Akamai — это такая интернет-компания, да, у которой огромная сеть по всему миру, это Siden там, наверное, первого поколения или какого сейчас считается, то есть со множеством узлов по всему миру. Ну, да бог с ним, ладно, мы сейчас не про Akamai говорим. Ну да. Мы можем отдельный пост пост про это. Хорошо, давай, ладно, вернемся, вернемся к сайту. Да, к сайту, соответственно. Это была Sidenet MVC, где-то весь проект длился, наверное, около полутора лет, я имею в виду непосредственно уже такая, знаешь, планирование, разработка, да. Достаточно большая команда была. Сколько в общем сложности команды? Вообще там команда была очень большая, потому что она состояла и в том числе из веб-агентства, из там, знаешь, других компаний, которые помогали, например, с документацией и так далее, да. То есть, ну, наверное, вот я помню, как-то подсчитывал максимум, наверное, было где-то человек около ста в какой-то момент времени, да. А вот именно вот кто технических, как бы, кто разработкой занимался? Да, кто технических, посредственно разработкой занимался и тестированием, наверное, ну, не наверное, в смысле, а в среднем человек 20 было. То есть, вот наша команда. Вот. Из них, соответственно, грубо там 12 разработчиков, да, и 8 тестировщиков. То есть, команда достаточно большая. Ну, может быть, кому-то это не покажется большой командой. Но, с другой стороны, мы не стремились, знаешь, раздуть команду, просто чтобы было много людей. Потому что, сам понимаешь, управление при этом, естественно, страдает. Ну, конечно, конечно. Мы использовали, кстати, скрам-подход. Вот. И у нас было, действительно, каждое вот утро мы собирались на какие-то… Скрам-борд, то есть, митинги, скрам-митинги, да. Борда у нас не было, да, но были скрам-митинги постоянно. То есть, мы постоянно синхронизировались, что мы сделали там за предыдущий день, что мы собираемся делать сегодня и так далее. Но мы вот у себя, кстати говоря, тоже в нескольких командах, которые там по разным проектам, да, мои ребята тоже каждый день собираются, что сделано вчера, что сегодня. В принципе, мне кажется, это полезный такой вот как-то по отношению к классическому Waterflow, как Waterflow, как ты считаешь, в принципе, есть какие-то в этом плюсы в скраме? Ну, ты знаешь, я считаю, да, что это абсолютно… Я бы сказал, что это один из сплошных плюсов, потому что мир-то изменился, да, наверное, Waterflow или Waterfall как-то. Да, я уже тоже вижу, запутался. Наверное, он имел смысл при разработке вот таких Enterprise-приложений, знаешь, внутрикорпоративных. Спокойных, заранее там спланированных, вот так вот все, да. Да, и знаешь, и мир тогда был, мне кажется, чуть медленнее, да, сейчас уже мир более динамичный, и особенно для каких-то стартапов, в которых есть всего лишь идея, да, и им нужно быстро сделать какой-то продукт, его на рынок вывести и посмотреть вообще, как на него люди реагируют, и, соответственно, изменить, изменять этот продукт по этой потребности, конечно, скрам однозначно здесь помогает. Но видишь, и даже в нашем случае, почему это помогало, потому что понятно, что до этого никто не делал олимпийских игр в России, во всяком случае, да, и опять же, они проходят каждые два года, ну, если мы смотрим на зимние и летние, естественно, меняются требования, люди сами, то есть интернет развивается, да, заказчик еще сам даже не знает, что он хочет, то есть требования постоянно менялись. И я сейчас это говорю не с какой-то негативной там коннотацией, да. — Не, я к тому, что суровая реальность, что называется, да. — Да, что это вот это просто реальность. — Надо очень быстро приспосабливаться к изменениям требований, ну, понятно, да. — Знаешь, мы могли два года назад, например, сказать заказчику, вот сейчас вот эти требования мы зафиксировали, через два года вот мы вам сделаем веб-сайт. Ну, ты сам понимаешь, что такое два года, да? — За два года тут веб-технологии меняются просто кардинально, да, это невозможно, согласен. — И вот, кстати, знаешь, одно из интересных вещей по поводу веб-технологии, да, возвращаясь на технический, так скажем, трек, мы использовали Knockout.js, Knockout.js — это технология, позволяющая тебе такой сделать one-page web-app, да? — Ну, SPA, что называется, Single-Page Application. — Да, Single-Page Application, все верно. Да, не one-page, правильно. Так вот, результаты все на нашем сайте, они отображались на странице динамически, то есть тебе не надо было, естественно, делать рефреш, просто ты открывал страницу и прямо при тебе они обновлялись. Вот мы использовали Knockout.js. Ну, то есть для тех, кто, например, не знает, что такое Knockout.js, ну, например, знает, что такое Angular.js, можно провести параллель с Angular.js, то есть просто другая реализация, подход. — Ну, да, 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 конечно. Кстати, я так понимаю, вот Knockout, он как раз-таки очень популярен где-то вот в контексте ASP.NET, да, то есть как-то он сильно интегрируем, потому что я уже не первый раз слышу о том, что Knockout используется именно в связке вот с ASP.NET приложением, то есть как-то там какой-нибудь там бэкбон, ну, я ни разу не слышу, чтобы его где-то в ASP.NET использовали. То же самое там Angular, но Angular, ладно, это Google, он везде, поэтому куда ни плюнь, вот. — Ты знаешь, я бы так не сказал, я даже, честно говоря, не знаю, почему так, если действительно это так. Когда мы, соответственно, использовали Knockout.js, никакой от нас серверной заработки, да, с точки зрения ASP.NET специфичной не требовалось, по сути, это же просто REST-сервис. — Ну, я понимаю, да, Knockout тут чисто from, конечно. — А дальше, Knockout, это часто JavaScript, да, который бандит к там HTML-тегам данные. Поэтому не могу как-то тебе сказать, вот, не знаю, почему, ну, может быть, это вот популярно среди ASP.NET разработчиков. — Ну да, да, наверное, наверное. — Ладно, ну что, продолжаем, вот, значит, Knockout, OK, динамически все это обновлялось у вас, да, что там еще было интересного под капотом? — Под капотом самое интересное, что, в принципе, знаешь, с самого начала мы, естественно, не знали, какая будет нагрузка, сколько нам нужно будет виртуальных машин, ну, вообще-то все это было как-то непонятно, да, но понятно, что мы должны были уметь скелиться, то есть горизонтально максимально, настолько, насколько это возможно. И вот как-то с самого начала мы приняли самый такой интересный подход, что, что такое самый, вот, как думаешь, какая архитектура самая масштабируемая с точки зрения, вот, например, когда у тебя несколько машин на веб-фронте? — Слушай, ну, первое, что, конечно, классический вариант — это у тебя там, да, балансировщики, как обычно, они, значит… — Да, балансировщик у тебя вот есть, представь себе. — За ним стоят фронты, которые, значит, только обрабатывают запросы. — А за фронтами что стоит? — Ну, где-то у тебя стоит отдельно, там, обычно это какой-то просто кластер, откуда берутся данные, соответственно, которые обновляются отдельно, а он уже, соответственно, там на уровне, ну, опять-таки, если это кластер масштабируется для того, чтобы обрабатывать все запросы от всех фронтов, ну, и так далее, то есть, вот, скажем так, масштабирование на каждом уровне, на уровне, там, балансировщик, уровень фронтов, уровень бэкэндов, уровень, то есть, там, данных, да, вот как-то так. — Да, все верно. Ну, я, наверное, задал такой вопрос очень так обширно, да, если более конкретно, то, ну, как самая стандартная, типичная проблема вообще с любым нормальным веб-приложением, особенно если мы говорим про чтение данных, да, в основном, это, естественно, уровень данных, который при у тебя, по сути, приседает по перформансу, по производительности, когда ты наращиваешь количество фронтов, правильно? Чем больше фронтов, соответственно, тем большую нагрузку они оказывают на твой уровень данных, да? — Ну, конечно, конечно, да. — А если мы говорим совсем про классический, например, сценарий, вот если мы говорим про классический CMS, да, как правило, поднимем какой-то сиквелный движок, там, будь MySQL, SQL Server, там, и так далее. Проблема практически со всеми сиквел-движками какая? То, что ты их не можешь горизонтально масштабировать, правильно? То есть, это должна быть просто хорошая машина вертикальная, да? Она, естественно, там, дорого денег стоит, в клауде это вообще как-то там не вариант, да? — Не, ну, тут как бы, да, два варианта. В классическом случае это, соответственно, много, ну, кластер, то есть много экземпляров баз данных, которые принимают запросы, которые там по оптике очень быстрые хранилища, там, SSD, пятое-десятое, там, Fusion Cache, пятое, все такое, и тогда оно как-то работает. Ну, либо второй вариант — это, так сказать, опять-таки, классический, но уже новый SQL подход, когда там шардинг, и вот это вот, вот, все вот это, бакеты и прочие штуки. — Ну, все правильно ты говоришь, шардинг, да, read-only copy, кэш и так далее. — Да-да-да. — В общем, ну, мы решили, да, просто интереснее подойти к этому моменту. Просто вот для себя приняли, что самое мы штабируем архитектуру с точки зрения вот клауда на тот момент, на тот момент, да, это когда у тебя запрос не покидает виртуальную машину. Вот любой запрос, который приходит от пользователя, для того, чтобы сгенерировались веб-страницу, мы решили сделать так, чтобы на машине хватало всех данных непосредственно для обработки этого запроса. То есть, по сути, это, другими словами, про активное кэширование. То есть, когда данные, например, с точки зрения CMS, да, вводились контент редактором, ну, например, публиковалась новость новая, да, она постепенно, во-первых, она сохранялась в базе данных SQL, который в фронт-энд вообще никогда не обращался. Дальше эти данные публиковались уже в новую SQL-хранилище, распространялись по всем дата-центрам, да, по всем регионам measure, и виртуальная машина проактивно, ну, грубо говоря, вот совсем грубо говоря, да, представь себе, просто полила, соответственно, новость SQL-хранилища, видела новые данные там, которые появились, да, и подгружала. Ну, и загружала по себе, достаточно. Ну, и загружала себе там, да, в память файловую систему и так далее. Вот, и, соответственно, когда пользователь производит запрос, мы эти данные брали с машины. Тут, естественно, возникло очень много таких интересных вещей, как, например, предположим, а что, если одна машина уже, значит, обновилась, а другая еще нет? Ну, то есть, условно говоря, один пользователь уже может эту новость видеть, а другой еще не может новость видеть. Более того, там данные были, все знаешь, очень связаны между собой. Например, новость, она была не просто текст новости, она еще была связана, например, со спортсменами, с спортивными дисциплинами. Ну, связи какие-то с другими сущностями, опять-таки, там, картинки, видео там и так далее. И что, если эта новость пришла, например, да, а этот спортсмен еще обновленно не пришел, например, или там спортивная дисциплина обновленно еще не пришла, то есть, и что тогда произойдет? Ты кликнешь на эту ссылку и получишь, например, 500-ую ошибку, потому что у нас это где-нибудь внутри кода, это null-reference exception какой-нибудь, да? Так. Ну, то есть, вот это все очень интересно. Оно, кажется, значит, поначалу просто, а потом ты понимаешь, что ты должен изменить вообще подход к реализации своей системы. И у нас он заключался в следующем. Во-первых, система, так как она распределенная, она так называемая eventually consistent. Ну, да, конечно. Это очень такая интересная тема по eventually consistency. Вернер Водилс, вот сетю Амазона, очень так любит об этом говорить. У него блог есть, там он замечательно, кстати, описывает вообще что-то eventually consistent системы. Ну, и все клауд-системы, да, все клауд-платформы, они все eventually consistent. Ну, да. Ну, и, соответственно, наше приложение, которое было на клауд-платформе распределенное, оно тоже было eventually consistent. То есть, постепенно мы достигали интегрированности данных, да. Но далее, значит, соответственно, мы такие всякие сделали интересные вещи, как, например, мы одновременно практически обновляли машины, завязываясь, например, на, как сказать, на global clock, да. Я просто думаю, как на русском правильно сказать. Ну, на глобальные часы, да, чтобы вот таких интересных сюрпризов не возникало. А если, например, соответственно, какие-то данные связаны... Ну, да, и вот приходят запросы, если они еще не пришли, то как бы это обрабатывать? Мы просто игнорировали, мы, соответственно, например, тебе не показали бы этого атлета, например. То есть, у нас внутри на уровне вот нашего там хода, да, мы когда генерировали веб-страницу, мы как бы делали такую простую очень валидацию, условно говоря, данных. И понимали, что если данные... Ну, то есть, условно говоря, у нас был, например, в новости айдишник этого атлета, да. А нам, ну, естественно, на странице же не айдишника показываем, а имя и фамилию. Ну, понятно, да. Ну, и на заднем, так сказать, на заднем плане спокойно в фоне там слазили, убедили, что да, он есть, значит, его можно сделать ссылкой. Или там, условно говоря, нет, его нет, поэтому вы просто написали его фамилией, но она там неактивна, скажем так. Ну, да, тут могло быть несколько подходов, там написать фамилию, имя и не сделать ее ссылкой. Но мы просто не показывали. Ну, я к тому, что, да, идея такая. А когда наш бы кэш бы обновился, соответственно, ты нажал бы F5, то ты увидел бы, что, например, раз, и в этой новости появилась ссылка. Вот, это такой интересный очень аспект. Причем ты должен понимать, что заказчик нам тоже какое-то там требование поставил, что вот обновление контента во всех регионах должно быть не больше, чем 10 минут, или что-то такое, я сейчас точно не помню. Но, естественно, мы в эти все сроки уложились. С лайф-результатами, с живыми результатами было чуть-чуть посложнее, потому что все-таки там, ты понимаешь, это проактивный очень контент. И у нас, например, были вот примеры с Bobslay. Кстати, у нас же выиграли Bobslay. Помнишь, там? Да, 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 конечно. Да, да, это... Там инфографика была такая вот на странице. Да, сейчас уже, к сожалению, веб-сайта нет, мы не можем видеть. Там была эта инфографика такая в виде нарисованной трассы. И когда Боб проходил определенные засечки, в маркере по этой трассе, ты видел обновление, с каким результатом они едут. Bobslay, я сейчас точно не помню, но, например, грубо он едет минуту и преодолевает вот эти засечки, например, каждые 20 секунд. Ну да, он же там скорость за сотню несет. Скорость там большая, да. Или, например, санты. Вот санты еще даже были быстрее. То есть нам нужно было обновлять данные. Очень-очень быстро, да. Очень быстро. Потому что мы все-таки хотели быть впереди телевидения. И мы были, кстати, впереди телевидения. Ну и впереди многих других сервисов. Соответственно, с результатами был чуть-чуть другой подход. Во-первых, они, естественно, генерировались очень быстро на бэкэнде от специального потока, так называемого Olympic Data Fit, который стоял непосредственно в Сочи. Прямо в самом городе имеется в виду, да. И из которой посылал... Ну это все датчики, в общем, все какие-то вот такие... Ну они там, да, они там потом в одну систему попадают. Эта система дает внешний интерфейс, она просто тебе данные эти передает. Ты как бы уже их получаешь. И что хочешь, ты с ними то и делаешь. Естественно, в нашем случае мы эти данные получали, обогащали их. То есть, опять же, связывали с атлетами, да. То есть, потому что ты должен был видеть результаты вот именно в виде фамилии атлетов, с каким они... с какими временем они сейчас идут. И в итоге, вот модель, она здесь отличалась. Она была такая вот, скажем, не просто проактивное кэширование, а как бы передача данных, да, эффективно на фронты. То есть, мы их пушили, да. То есть, не пол делали, а, по сути, пуш делали данных. И использовали распределенный кэш, Azure Cache. Это, ну, аналогия с Redis кэшом, да. Сейчас Redis кэш тоже есть в Azure. И если бы на тот момент был бы Redis кэш, возможно, мы бы и Redis кэш использовали. Соответственно, все результаты были там. И виртуальная машина, естественно, делала к нему обращение, к этому Redis кэшу. Ну, то есть, не имело смысла хранить эти данные на виртуальной машине, вот как я сказал, по модели новости. Потому что тогда бы мы начали отставать во времени. То есть, мы хотели эти результаты быстро отдать. Но, опять же, то есть, вот интересный момент. Такую, знаешь, простую оптимизацию, например, мы выяснили. Вот если, например, такой плохой сценарий, скажем, у тебя большая нагрузка, и все вот идут, например, на одну дисциплину, и все они, значит, постоянно вот их веб-страницы обновляются. Тогда у тебя кэш тоже начинает становиться слабым местом. Да, конечно, это не сиквел-хранилище данных, да. Это в памяти там, понятно, все данные хранятся. Но у тебя нетвординг становится так или иначе, я не хочу сказать, слабым местом. Но, определенно, он уже начинает забиваться, правильно? Потому что по нему, соответственно... Ну, по ней хип по одному ключу, в одно и то же место, да, конечно. Да, да. Поэтому, опять же, простая очень вещь. Ты всегда можешь, получив данные, например, из этого кэша, закэшировать их уже на локальном, в локальной памяти, да. Ну, хотя бы на секунду. Потому что секунды, это все-таки уже там... Это вроде как бы мало, да, но этого достаточно для того, чтобы... Разгрузить. Серьезно, да, разгрузить надвординг. И вот это мы увидели во время нагрузченного тестирования. Это было, действительно, знаешь, это было очень интересно. Когда вот видишь эту картинку, то есть ты видишь, как у тебя вот congestion, да, надвординг определенный. Вот, и видишь, что у тебя кэш, он, соответственно, ну, он справляется, понятно, ты его тоже там можешь вертикально масштабировать. Ну, ты видишь, что он так под нагрузкой находится. И ты вот ставишь вот эту вот, например, секунду на фронтах, да, секунды кэши, там, минимальный. И просто видишь сразу спад резкий. Да, и ты видишь просто сразу резкий спад. Ты вот, знаешь, это очень такой интересный момент. Вот, поэтому кэширование, кэширование, еще раз кэширование. То есть, пускай даже на секунду, но это действительно разгружает потрясающе просто твою систему. Понятно, хорошо. Ну, а балансировка, соответственно, у вас, ну, просто был балансировщик какой-то железный или что? Или какое-то тоже ваше решение использовалось? Ну, балансировка вообще изначально, если прям вот смотреть с точки зрения пользователя, во-первых, когда ты делал запрос в 2014.com, сначала определялась твоя географическая позиция, в смысле, location, извини. Ну, да, позиция, географическая позиция, да, то есть, в каком регионе ты находишься, после чего мы понимали, в какой дата-центр тебя направить, в американский там. Ну, это на уровне DNS, соответственно, да, понятно. Это на уровне DNS, да. Там кешировалось, по-моему, это на 2 минуты, это сама запись. Вот, соответственно, ты получал IP-адрес, и дальше уже использовался Azure балансировщик нагрузки. Azure балансировщик нагрузки Azure — это, так скажем, транспарентный для тебя сервис. То есть, по сути, он работает просто по простому такому round-robin механизму, да. То есть, вот пришел запрос, и он его направляет на одну из здоровых виртуальных машин. Естественно, он отслеживает, какая машина там здоровая, да, какая-то там находится не в готовом состоянии, он на нее, естественно, запросы не отправляет. Вот. Поэтому здесь так вот, в этом моменте все было достаточно просто. Единственное, что мы заметили, после первого дня Олимпийских игр, начало Олимпийских игр, мы увидели определенный, как бы, шаблон нагрузки вообще на весь сайт. То есть, сколько вот людей в Америке, да, какая нагрузка в Америке, какая нагрузка в Европе и в Азии. Ну, естественно, я думаю, всем будет более-менее очевидно, что в Америке шаблон был, отличался от европейского, потому что, во-первых, естественно, и временный поезд, временной поезд в Америке совершенно другой. То есть, зачастую, когда у нас начинались там соревнования с утра, там, в Америке все спали, и никто, естественно, на нас не ходил, да. Ну, либо те, кто бессонница страдал. Вот. Соответственно, как бы, естественно, европейские дата-центры были самые нагруженные, потому что эти Россия, Европа рядом, да. Вот. Поэтому мы сделали некий такой, знаешь, файн-тюнинг, скажем так, после первого дня. И, например, сделали чуть меньше ресурсов в Америке, да, чуть меньше там в Азии, чуть больше в Европе. Ну, то есть, знаешь... Мощности перераспределили просто мощности. Мощности, да, потому что, опять же, ну, не имело смысла держать там большое количество машин, например, в той же самой Америке, да, зачем? Если, в принципе, нагрузка там явно меньше. Вот. Ну, еще, естественно, мы смотрели по дням. То есть, ближе к последнему дню Олимпиадских игр мы уже так, ну, чуть-чуть подняли, потому что самые нагруженные дни считалось исторически. Это первый день Олимпиады и последний день Олимпиады. Угу. Ну, в принципе, какие вы там, как с этой точки зрения была построена архитектура. И вот, опять-таки, там, как конечный пример, ведь вполне возможна ситуация, когда поездик там зашел на сайт, да, он, значит, там подцепился, был отправлен на конкретный там инстанс виртуальной машины, да, где, значит, он там откуда там полил эти лайф-результаты, да. Но в какой-то момент фигак там эта машина, допустим, с ней что-то случилось, там, не знаю, сетевой сбой, сама она накрылась. Был ли какое-то вот это отслеживание, как-то перераспределение запросов, перенаправление там на другие, ну, вот как это все было устроено? Ну, во-первых, да, смотри. Это у тебя очень, у тебя вопрос хороший, да, ответ на него многогранный. Потому что, опять же, если мы с тобой начинаем с уровня DNS, давай, ну, предположим, как ты говоришь, фигак, и не просто там виртуальная машина вышла из строя, а, например, целый дата-центр. Ну, например, как-нибудь, не дай бог, катастрофа произошла. У тебя DNS-запись минимум, по-моему, минуты сейчас можно поставить, да. Я помню, что у нас вот две минуты было кеширование записи, да, DNS. То есть у тебя на клиенте вот IP-адрес, он кешировался на две минуты. То есть понятно, что в этом случае, если бы такое произошло, у тебя бы вот твой реквест просто не резолвился, да, ни во что, в течение где-то двух минут. Ну, или пока ты не сделал там IP-конфиг, там, флэш. Ну, понятно, да. Не сбросил каждый DNS у тебя на клиенте. Вот. С точки зрения дальше. Если, соответственно, это произошло бы на уровне уже непосредственно, скажем, давай так, не виртуальной машины, я сейчас чуть-чуть опущусь, чуть-чуть выше поднимусь, а облачного сервиса Azure. Облачный сервис Azure, для твоего понимания, это, по сути, вот контейнер, который внешне имеет один IP-адрес, а за ним несколько машин. Угу. И вот таких клауд-сервисов у нас он был не один. Даже в одном дата-центре не один. Это связано с тем, что ты должен понимать, что дата-центр, да, Azure, он устроен, скажем так, ну, гораздо серьезнее, да, чем, наверное, ряд других дата-центров. Там очень много так называемых кластеров больших. Угу. Да. И мы, у нас было, например, как минимум два вот этих облачных сервиса в разных вообще кластерах, чтобы, например, мы могли справляться с так называемыми частичными выходами из строя дата-центра. Ну, предположим, тебе там вот один большой кластер, с ним что-то случилось, например, да, или с там, или с REC, да, со стойкой случилось. Ну, да, со стойкой что-то странно. Да, то есть, соответственно, чтобы у нас еще один клауд-сервис в этом же дата-центре был, который обладает другим IP-адресом. Вот. Ну, в этом случае, опять же, это все, конечно, DNS. DNS, как бы проявлялся в виде DNS, ну, так или иначе. То есть, ты хотя бы не терял бы в географическом локации, да, то есть, ты все равно бы получал бы данные из этой же географического региона. Угу. Если бы что-то произошло с машиной, здесь, опять же, вопрос, смотри. Если просто сама машина падает, например, ну, трек, опять же, упал, да, вся машина исчезла, то балансировщик нагрузки Azure, он просто уже не направляет на эту машину запрос. Ну, да, да, здесь более-менее, как раз таки, понятно, да, тоже. Здесь все понятно, да. Если это, например, у нас, например, какая-то ошибка, скажем, и у нас упал процесс, то вот здесь, это тоже интересный момент, ты можешь настроить балансировщик нагрузки таким образом, и мы, в принципе, это, естественно, сделали, что если виртуальная машина тебе отвечает, например, там, на твой пробник, так называемый, не 200, а, например, там, 500, ну, вот, если у тебя процесс упал, например, да, и, ну, опять же, собственно, интернет-эрора, ага. Тоже лотбернс, балансировщик нагрузки Azure перестанет направлять запросы на эту виртуальную машину, потому что, ну, понятно, как бы считая, что приложение на ней находится, ну, не находится в рабочем состоянии. Вот. Но я тебе так скажу, возвращаясь к нашему самому началу разговора, мы достаточно много сил вложили в тестирование, и чтобы убедились в том, что вот ни один exception, да, вот именно исключение с точки зрения кода, не остается необработанным. Ну, чтобы вот таких моментов просто не происходило, потому что, ну, ты представь, какой бы это был уровень на английском слову хочется сказать embarrassment, да, то есть, как бы было бы стыдно, да, если бы ты заходишь на официальный сайт, ну, пускай даже не на главной странице, у тебя возникает ошибка 500. Ну, да, конечно. Поэтому мы просто вложили очень много сил вот именно в проработку IPMP, фреймворка нашего, чтобы вот такие моменты, чтобы их просто не допустить. Пускай даже бы, если бы у нас упал бы бэкэнд, например, и не обновлялись бы результаты на фронтэнте. Да, это, конечно, тоже неприятный момент. Но хотя бы люди могут зайти на сайт, и хотя бы он им что-то отдает, понимаешь? Ну, скажем, да, некоторые бы даже просто не заподозрили, на самом деле, то есть, ну, как минимум, какой-то рабочий хоть что-то ты получил, увидел, а не то, что просто там, эрор. Да, да, вот это было. Ну, еще, естественно, мы построили достаточно хорошую систему мониторинга. Это, кстати говоря, вот следующий вопрос, собственно, да. Как вы все это, зачем, точнее, какими инструментами вы за всем этим следили, да, потому что оперативная информация о том, что если вдруг что-то где-то упало, чтобы можно было оперативно вмешаться и починить, я думаю, это тоже очень немаловажно в данном случае. Да, конечно, это была одна из самых критических вообще систем. Естественно, проблема какая, то, что, ну, мало хороших систем мониторинга, вот именно таких, знаешь, из коробки, которые ты можешь поставить в несколько дата-центров, да, и иметь какой-то один дешборд. То есть, ну, это надо смотреть, они все так или иначе, ты их должен кастомизировать под свои требования. Естественно, мы пошли, так сказать, нашим путем. Мы построили свою систему мониторинга на базе одного из таких тоже знаковых проектов, до этого, до Сочи, сделанных на Azure, это Pottermore. Ну, мы взяли оттуда идею и, соответственно, построили мониторинговую систему. То есть, в принципе, интересные моменты были, какие в ней. Вот если бы, например, как раз произошла та же самая 500-я ошибка, вот, не дай бог, где-то она выскочила, да, мы практически тут же бы это увидели на нашем дешборде. А мы сидели непосредственно в Адлере, в технологическом операционном центре. Не только мы сидели там, ну, соответственно, все очищники сидели, да, следили за своими IT-системами. В том числе, вот мы-то, можешь представить, это был такой, знаешь, это была огромная такая комната, там сидело много людей, и у нас была такая стенка впереди, и у всех были свои такие, знаешь, вот, ну, прожекторы вводили на эту стенку. Свои такие дешборды, мониторы. Да, дешборды. Вот у нас было их, по-моему, три там наших, ну, естественно, напротив нас. То есть, вот у нас, вот, и мы смотрели, значит, сколько у нас людей на сайте, там, какая нагрузка, вот, и есть какие-то ошибки или нет каких-то ошибок. Вот, то есть мы за этим очень активно следили. Поэтому, да, в систему мониторинга мы очень тоже в нее вложили, конечно, много сил, чтобы, так сказать, вот получить то, что мы хотели. Но, ты знаешь, самое интересное, что мы больше всего следили, на самом деле, даже не за 500-ыми ошибками, ну, не хочу показаться таким, как сказать, наглым, что ли, там, знаешь, самоуверенным, но мы были уверены в том, что вот то, что мы сделали сайт именно с точки зрения кодирования, да, нормально, и он не будет какую-то вот ерунду, там, пользователю выдавать и вот какие-то ошибки, мы, знаешь, ну, мы были практически, вот, там, 99,9% уверены, да. Нас волновало только SLA, потому что на SLA у нас был действительно жесткий, официально это было 3.9, мы же хотели, естественно, стопроцентного SLA, и мы его достигли, кстати, у нас, я даже, вот, например, специально завел себе заранее в Пингдоме, Пингдом — это внешний сервис, который просто, вот, знаешь, твой сайт пингует. Ну да. Да. И у нас был стопроцентный аптайм, стопроцентный аптайм даже по Пингдому, и не только во время игры, а вот как только мы сайт запустили, и там он был, по-моему, вплоть до того, как потом сайт уже не был снят, ну, как сказать, демоут, да, самим уже организационным комитетом. Причем он был в одном дат-центре после самих игр. Так вот, ну, не суть. Соответственно, мы больше обращали внимание на результаты. Просто дело в том, что, понимаешь, очень много вот ошибок, связанных с пользовательских ошибок. Что я имею в виду? Результаты, они, конечно, идут автоматически к тебе. Ну, вот к нам приходили наш бэкэнд, да, от сервиса, от EF. Но вот не надо думать, что эти результаты денирировали сами данные автоматически. Их зачастую люди вводили. Вот, например, я тебе приведу пример с хоккеем. Вот в хоккее, например, какое-то происходит действие. Кого-то, например, удалили, да, там, ну, штраф, например, да, то есть он там на штрафной скамейке сидит, например, да. Гол забили. Это все люди там, вот, ты вот видел, наверное, такие вот, где комментаторы сидят. Вот там сидят люди, и они вот в эти системы информационные быстро забивают, какое событие произошло. И это много где так. То есть где-то, да, где-то RFID-датчики, например, как-то, например, на Bobslay. Ну, потому что там людям просто эти засечки делать, это нереально, да. Это просто RFID-датчик стоит, который должен посылать данные. А с точки зрения хоккея нет, ну, какой тут RFID, да. Вот. То есть, естественно, это просто человек сидит, и вот он эти данные забивает систему. Естественно, он делает ошибки. Он может ошибиться, кто забил гол, и потом, значит, исправить эту ошибку, понимаешь. Даже шайбу, извиняюсь, не гол, а шайбу, да. Или, например, он пишет, да, защитна шайба. А потом, значит, судья там, ну, все мы помним этот матч между Америкой и Россией, в котором там очень долго все спорили, что там не засудили шайбу, да. Ну, да. Вот это, я вот не помню, было тогда так или нет, но вот я думаю, что практически, наверное, так и было. То есть, сначала засчитали шайбу, да, нашей команде. Да, быстренько редактор забили, она обновилась у всех, что вот, был засчитан. Да, обновился, например, там счет был уже там, ага. А потом, значит, рефери говорит, вот нет, значит, я шайбу не засчитываю вам. Вот. И этот, естественно, делает коррекцию, да, результатов. И вот таких вещей, знаешь, Кость, было очень много интересных. То есть, а еще, знаешь, там очень многие виды спорта, например, как лыжный вид спорта, у них там несколько этапов есть. И они, эти этапы, агрегируются, соответственно, в одно представление результатов. Ну, например, там сначала один забег, потом второй забег, третий и так далее. Иногда эти забеги отменяют в связи с погодными условиями. И такое было в Сочи. Вот я помню, что-то к концу игр, там, как-то утром, вот, была то ли туманная погода. Ну, что-то такое. Ну, в общем, снег был не в очень хорошем состоянии, да, то есть, такой макроватый. И там просто один забег отменили. А когда его отменяют, просто отменяют и все, говорят, ну, его не будет. То есть, он не будет учитываться в общем зачете. Значит, идем к второму забегу. И вот здесь такие многие вещи, знаешь, вылетали вот прям буквально на ходу, на лету, да. То есть, и что самое интересное, мы не могли всех таких ситуаций предвидеть заранее. Ну, конечно, конечно, да. Потому что вот игры, вот они происходят здесь и сейчас. И вот многие такие вещи, вот они происходят вот конкретно сейчас. То есть, поэтому мы очень большое внимание вот именно уделяли мониторингу нашей системы, которая обрабатывала результаты. Потому что мы понимали, что там вот поле для вероятности появления ошибок гораздо выше, чем где-то в другом месте. Ну, и вы, так сказать, просто как-то мониторили, ну, человеческие ошибки, как вы, так сказать, понимали, что была допущена какая-то ошибка? То есть, как вы, вы сравнивали значение, которое было забито в систему, с значением, полученным из каких-то других источников? Или вот у нас, ну, то есть, я пока не очень понимаю, что вы связывали. Да, да. Ну, то есть, знаешь, если говорить про техническое, да, что мы проверяли. Вот, условно говоря, мы смотрели прям в прямом, как это, в реальном времени, мы смотрели сообщения, которые к нам приходили из ZDF, да, из системы вот результатов. И мы понимали, что они у нас обрабатываются без исключений. То есть, что вот все данные там корректны с точки зрения непосредственно формата и процессинга. Что мы их обработали и отправили непосредственно на веб-сайт. И, кстати говоря, вот с точки зрения этого дэшборда, что интересно, мы использовали WebSockets технологию. Непосредственно SignalR и WebSockets. То есть, вот этот дэшборд обновлялся в реальном времени, и он не полил, да, сервер за обновлением данных. А мы прям каждый раз, когда нам сообщение посылали, приходили... Ну, понятно, вы, наоборот, сервер пушили данные. Да, пушили клиент. И, знаешь, это прям вот выглядело так, если ты себе представишь, вот просто такая страница. И, знаешь, такой прям поток, такой сообщение такой идет. И, знаешь, и справа, значит, или слева, не слева, по-моему, да. Значит, статус, там, зеленые галочки, значит, все хорошо. Там, желтые, значит, там есть какое-то предупреждение, что да, мы как-то обработали. И, кстати, это тоже был наш подход. Мы старались из результатов получить максимально то, что мы можем. Даже вот если какая-то была ошибка допущена, но мы понимали, что мы ее можем как-то так более-менее проигнорировать и хотя бы выдать частичное обновление, мы это делали, чтобы хотя бы сайт обновлялся, потому что мы понимали, что такие все-таки ошибки будут. Ну и, соответственно, красное, если, например, да, вот что-то произошло, и мы не можем никак это сообщение обработать. А так, вообще, возвращаясь к мониторингу, вот сравнивание системы. Да, ты прав. И это делали не только мы. Это были там и, соответственно, другие, так скажем так, системы. Была одна единственная система, которая считалась некой такой эталонной. И были специальные люди в Сочи. Они, по-моему, назывались сейчас, я так уже точно не помню, как они назывались, но, в общем, эксперты по спортивным дисциплинам. Их задача заключалась в том, чтобы смотреть и проверять результаты непосредственно официальные, которые по этой спортивной дисциплине сейчас есть, и как они отображаются в системе на веб-сайте. Потому что есть определенные правила, как их надо показывать. То есть это уже не технический аспект. Это вот аспект непосредственно отображения результатов. И мы делали кое-какие корректировки во время игр. Например, там выяснились некоторые такие интересные моменты, что дизайн веб-сайта предполагал одно, а выяснилось во время игр, что на самом деле вот так результаты не должны были отображаться, потому что я их не отображаю. Но я сейчас не буду говорить про конкретику, просто это действительно ни к чему. Были некие нестыковки, в общем. Да, но это была нестыковка не техническая, а именно веб-дизайна, представление сайта. То есть как эти результаты отображались. — Понятно, слушай. Ну, по-моему, мы так вроде обхватили все аспекты, да, мне кажется. Или что-то забыли еще про Сочи какие-то. Вроде бы архитектура, балансировка, отказоустойчивость, все-все было. — Ну, да в принципе, наверное, да. То есть самое главное, это был, естественно, веб-сайт, это были мобильные приложения. — Ну, кстати говоря, я думаю, всем будет, наверное, интересно. Может быть, ты напомнишь какую-то статистику, какие у вас там были пики, посещаемость. Ну, какие-то цифры такие, в общем, которыми можно там похвастаться. — Да, слушай, вот ты про цифры меня спросил. У меня, естественно, они есть. Просто мне сейчас надо их где-то открыть и посмотреть. Но я давай тебе на спидку просто скажу. В общем, мы где-то, по-моему, отправили около 150 миллионов, по-моему, пуш-нотификаций на мобильные приложения. Кстати, вот сразу пользуюсь случаем, хочу пререкламировать этот сервис в Azure Push Notifications, Notifications Hub, точнее, извиняюсь. Не, ну, он тебе, знаешь, что позволяет сделать? Позволяет тебе отправлять пуш-нотификацию вне зависимости от девайса. Ну, потому что у Андроида там... — Один протокол, да? — Да, один протокол. Google там, Notification Service у Apple свой, там у Microsoft свой, да. Certification Hub, он все эти детали берет на себя. — Модифицирует, да, и для тебя он как одинаково выглядит. — Вот. С точки зрения, соответственно, нагрузки, максимальную нагрузку, которую мы видели, это 90 тысяч запросов в секунду. Это был один из предпоследних дней Олимпийских игр, когда Адрина Сотникова выиграла Юну Тим в женском фигурном катании. Юна Тим была просто чемпионкой предыдущих игр в Ванкувере. И Адрина Сотникова этот титул забрала. Вот людям как-то оказалось это очень интересно. С точки зрения, соответственно, пользователей... Честно говоря, Костя, я что-то прямо, знаешь, я подзабыл. Вот у меня просто какие-то цифры остались в голове, а какие-то... — Ну ладно, если потом вспомним, я думаю, да, может где-нибудь напишем. В качестве, так сказать, шоу-нотс добавим, кому интересно будет. — Прочитают. Так, ну, Стас, давай коснемся немножко такого момента. Хочется, не знаю, послушать, может быть, какие-то твои соображения, может быть, ты что-то расскажешь. Это Microsoft и Open Source, потому что вот в том же самом Azure, да, появляется поддержка каких-то Open Source решений. Это не только платформа, которая вся построена и предоставляет только какие-то проприоритарные Microsoft-овские решения, ну и там Node.js, PHP, я не знаю, там, MySQL и так далее, да. Вот раньше никогда, то есть всегда Microsoft был на другой чаше весов, да. Сейчас оно активно идет в эту сферу, вот. В принципе, наверное, это понятно, почему, да, но давай, может быть, ты что-то расскажешь поподробнее. Да, слушай, это просто отличный вопрос, и у меня такая, знаешь, сразу аллегория приходит на ум. Это вот как будто ты пошел спать, да, заснул, проснулся через пять лет и думаешь, что вот Microsoft все такое же. Ну, то есть, да, если вы спали, ничего не знали о Microsoft, и думали, что вот все Microsoft, это вот все там проприоритарное, все свое, это, конечно, не так уже давным-давно. И я более того, вот ты мне задаешь вопрос, я более того скажу, что это не то, чтобы сейчас менять, это уже давным-давно начало меняться. Нет, конечно, конечно, уже некий период, да, да, там несколько лет, конечно же. Да, так и есть, и это замечательно, потому что, ну, просто, понимаешь, мир меняется. Мир меняется, соответственно, IT-сфера меняется в этом мире. Microsoft, естественно, тоже, ну, давай скажем так правильное слово, наверное, приспосабливается, да, и идет по течению с этим миром. Поэтому, да, так и есть. И действительно, Azure, это, наверное, такой яркий пример поддержки open-source community. Ну, вот, например, мы с тобой говорили про notifications hub. Да, пуш-нотификации позволяют отправлять, соответственно, на все там устройства. Ну, основные устройства, да. Не берем BlackBerry. Я не знаю, кто-то еще BlackBerry пользуется. Есть здесь кто-то, кто пользуется BlackBerry. У них еще остались самолеты? Да, у них сейчас остались самолеты, да. Слушай, кстати, я не знаю, может быть, BlackBerry даже notification hub сейчас и поддерживается. Но не суть. Да, не суть. С точки зрения, да, WebStack это совершенно право. Например, ты можешь спокойно создать Azure website, используя сервис Azure website, так и называется, Azure website, да, для построения веб-сайта. И не только на, там, ASP.NET, но это может быть именно Node.js, PHP, ты можешь использовать MySQL на бэкэнде, то есть ты можешь WordPress поднять в Azure уже из готового шаблона. Я, например, сам, знаешь, делал демо на Node.js, такую основанную тоже на демонстрирующую распределение данных между дата-центрами. Я делал это на Node.js, потому что я делал это для DocumentDB, то есть я использовал DocumentDB на бэкэнде, а DocumentDB, как я говорил до этого, это хранилище, неструктурированное хранилище, точнее, извиняюсь, NoSQL хранилище JSON документов. Естественно, как ты понимаешь, если ты работаешь активно с JSON, самый удобный язык, программирование какой, JavaScript, да, на сервере это Node.js. Ну, а там на фронте я использовал Angular. И, ты знаешь, я вот на своем личном примере, я столкнулся не то чтобы с какими-то проблемами там, или, знаешь, такими какими-то моментами, шероховатостями. Нет, наоборот, я столкнулся просто с огромной кучей примеров, документации, да, как это сделать, как поднять вот свой сайт на Node.js, в Azure, что, я не знаю, то есть, понимаешь, это было настолько просто легко и естественно, просто берешь, по сути, там, командную строку гита, да, ну, во-первых, сначала создаешь Azure Web Sites, понятно, доменными, там, получаешь, да, просто включаешь там локальный гит-репозиторий, то есть, если у тебя, например, ты не используешь GitHub, ну, или просто хочешь сначала, как бы, сделать какой-то прототип, ты можешь, Azure Web Sites уже тебе дает дит-репозиторий, да, там, как бы, находящийся непосредственно на Azure Web Sites, и ты, соответственно, пушишь свои файлы, свою локальную компьютерию прямо туда, да, прямо в веб-сайт. И потом оттуда уже они тебе доступны, соответственно, для поднимания там уже на сайт. Да, и ты, по сути, ты просто вот, ну, если мы говорим про Node.js, да, это же, вот, ты туда их сделал пуш, да, дит-пуш туда, на веб-сайт, и все, и ты видишь сразу свои обновления на сайте. То есть, это безумно просто удобно. Вот, поэтому, да, то есть, вот, мир уже становится такой, и, ну, это, действительно, это совершенно, как ты правильно говоришь, это совершенно правильно, это логично. То есть, я не знаю даже, как может быть иначе. Нет, это тоже здорово, на самом деле, вот, и со стороны, что, и там, развивает тот же самый, там, интернет-эксплорер, да, команда, что они сейчас, вот, там, что, из такого, если я не ошибаюсь, да, заюзали для, да, для, так сказать, голосования. То есть, ты, как разработчик, можешь прийти и сказать, ребята, вот эта фича очень нужна. Действительно, если там тебя поддержит какое-то еще количество людей, коллег, то, ребята, просто, ну, команда уже Microsoft, да, очень оперативно это дело внедряет, и, там, интернет-эксплореры всякие, десятые, одиннадцатые уже, это не то же самое, что шестой, там, седьмой и так далее. Ну, все правильно, Костя, здесь много аспектов open-source, да, то есть, твой вопрос, он достаточно обширен, например, если, опять же, мы говорим про, например, Office, Microsoft Office, ты, наверное, знаешь, что сейчас он доступен, ну, не сейчас, а уже давно, доступен для iPad, да. Ну, да, да. То есть, ты способный разрабатывать для iOS. Это Office 365, вот это, да, вот, как-то оно так. Ну, Office 365, этому тебе нужно аккаунт, обмянуть с приложениями, да, ой, извиняюсь, с документами, а я говорю непосредственно про клиента, потому что у тебя клиент найдет здесь. А если ты коснешься, если ты возьмешь Azure, опять же, с точки зрения разработчиков, вот я знаю, что ты любитель мака, да, ты сейчас, наверное, за маком. Ну, да. Если ты зайдешь на azure.com, и как разработчик, соответственно, ты захочешь получить инструменты для разработки под Azure, ты получишь все, что тебе нужно для macOS. Я правильно сказал, для macOS, для мака? Ну, как-то так, да, да, да. Ну, в смысле, что на Objective-C, да, SDK тоже, так сказать, есть готовый. Ну, про Objective-C, это, кстати, хороший вопрос, но ты туда можешь зайти, там, посмотреть, я просто, честно, не интересовался. Но самое главное, что у тебя все инструменты, непосредственно командная, там, строка, да, для автоматизации многих, там, задач, под Azure, они все есть. Ну, предположим, если ты вот на Node.js, тот же самый сайт разрабатываешь, да, ты это можешь делать с мака, там, запросто. Ну, про Objective-C, я просто, ты мне такой вопрос задал, я, честно говоря, не знаю, но я предполагаю, что ты хочешь на Objective-C сделать веб-сайт, наверное, это как-то странно. Скорее, это только клиент, наверное, хочет. Ну, да, именно что с клиента, что какой-то же там SDK для взаимодействия с сервисами какими-то Azure-овскими, я имел в виду. Ну, я думаю, знаешь, я просто сейчас вот прям точно не могу сказать про эти все, но я думаю, на GitHub точно мы что-нибудь найдем. Ну, понятно. Ладно, ну, что ж, я думаю, такой позитивной ноте, да, предлагаю закончить наш очень интересный такой диалог с тобой, вот. Спасибо, что нашел время, мы давно собирались. Да, очень давно. На только для объективной причины. Спасибо, да, Костя, что позвал, было очень занимательно, интересно. Вот. Ну, что ж, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.